Аномально крупный град прошел в Казахстане. По словам очевидцев, осадки были величиной с грецкий орех. В считанные минуты земля покрылась огромными кусками льда. Улицы побелели, как зимой. У нескольких машин повреждены стекла. Выпавший град побил домашний скот и растения. В Нурсултане и шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В столице, а также Акмолинской, Североказахстанской, Восточно-Казахстанской, Козла-Ардинской, Мангистауской, Костанайской областях ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Президент Казахстана Касым Жумарт-Такаев провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. Стороны обсудили развитие Евразийского экономического союза. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора с ЕАЭС, говорится в релизе. Такая во время переговоров акционировала внимание на необходимость и урегулировать многоплановое взаимодействие стран-участниц союза. Напомним, в среду 29 мая в Нурсултане под председательством президента Казахстана пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии будут участвовать первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Беларуси, Кыргызстана, России, премьер-министр Армении. Кроме того, в качестве главы государства, наблюдателя при АЭС, приедет президент Молдовы Игорь Дадона. А почетным гостем будет президент Таджикистана Имамали Рахмон. Ожидается, что главы государства обсудят актуальные вопросы перспективы развития экономического объединения, в том числе ключевые направления международной деятельности ЕАЭС, цифровизацию и приоритеты макроэкономической политики Союза на ближайшие годы. Дни Тавушской области в Москве. В армянском павильоне на ВДНХ открылась бизнес-выставка. Около 20 компаний, привезли в российскую столицу свою продукцию. Здесь же прошли деловые встречи бизнесменов Армении с членами правительства Москвы. Кроме того, Армения пользуется системой льготных таможенных тарифов. Это дает возможность продавать 6 тысяч товаров с нулевой пошлиной. Кроме того, по словам участников встречи, в Армении заметно изменилась государственная инвестиционная политика и отношение к бизнесу в целом. А также мероприятия, как дни Тавушской области в Москве, приобретают особое значение. Инвесторы отмечают, что в Тавушской области привлекают не только уникальными сельскохозяйственными возможностями, но и туристическим потенциалом. Для нас это очень важно, потому что сейчас идет перезагрузка в Армении, экономическая, политическая перезагрузка. Есть очень большие инвестиционные проекты в Армении. И наша основная цель – представить эти проекты нашим коллегам и армянам, которые, бизнесменам, армянам, которые заинтересованы инвестировать в Армению. Власти Кыргызстана рассчитывают до 2023 года обеспечить все, без исключения, населенные пункты республики чистой питьевой водой. Об этом заявил в Бишкеке во время форума «Чистая вода для регионов» президент республики Саранбай Женбеков. По его словам, проекты на сумму свыше 11 миллиардов сумма – это около 160 миллионов долларов – реализуются в 20 городах республики в рамках национального проекта «Таза-Суу. Чистая вода». Их поддержали от Европейского банка, реконструкции и развития Евросоюз и Швейцария. Более 65% данных средств представляют в виде гранта, а остальные – в виде кредита сроком на 15 лет с низкими процентными ставками. По словам Женбекова, в прошлом году в Кыргызстане насчитывалось 653 поселка, как нуждается в чистой питьевой воде. 25 в этом году обеспечены чистой водой за счет республиканского бюджета, а 17 – с помощью международных финансовых институтов. В ближайшие пять лет будут проведена реабилитация систем водоснабжения в 24 городах и 248 селах республики. Кроме того, правительство планирует создать системы водоснабжения в 369 селах, где их прежде не было. По сравнению с 2014 годом, финансирование этой программы выросло в 9 раз – с 25 миллионов до 250 миллионов сомов. Деньги должны быть использованы рационально и экономно, без повторения ошибок при реализации первого этапа программы «Чистая вода». Была проведена проверка по 47 малым проектам. В результате по 18 из них материалы переданы в Генеральную прокуратуру. В Армению за здоровьем. В республике активно развивается медицинский туризм. Пациенты со всего мира выбирают Армению за соотношение качества и цены. Здесь стоимость услуг стоматолога на 40% дешевле, чем в других странах СНГ, и на 60% меньше, если сравнивать с Европой. Варзни предоставляет услуги в трех направлениях – лечение сердечно-сосудистых заболеваний, кишечно-желудочного тракта и опорно-двигательной системы. Еще один плюс в Армении – отсутствие языкового барьера. Здесь большинство жителей владеют армянским, русским и английским языками. Армения уже заняла свою нишу в сфере медицинского туризма. Ведь упор здесь делают не на количестве обслуженных клиентов, а на качестве предоставляемых услуг. Скоро в стране также займутся лечением людей, которые работают в сфере атомной промышленности. Для них готовят специальные пакеты услуг. У нас ежегодно около десятка туристов приезжают из таких стран, как Япония, например, Австралия. Потому что есть очень интересные специфические процедуры, которые у нас проводятся на высочайшем уровне. Например, это увеличение роста человека. Мусорному полигону быть. Мэрия Бишкека и Европейский банк реконструкции подписали соглашение об открытии новой свалки и перерабатывающего завода. На Старом полигоне уже начали утилизировать бытовые отходы и восстанавливать почву. К 2020 году на этом месте будут поля. Их засеют бобовыми и кормовыми культурами. Чтобы узнать, какие именно растения приживутся, на небольшой площади соорудили опытно-экспериментальный участок. Здесь уже растет четыре сорта Ярового ячменя. Работы идут меньше месяца. Закончить их планируют уже к концу следующего года. Это будет современный, большой и удобный, эффективный для города Бишкек завод. Он, надеюсь, будет отвечать всем требованиям работы таких заводов в современных западных и цивилизованных государствах. Фиат Крайслер предложил французскому автоконцерну Ренат создать совместную компанию на паритетной основе. Об этом говорится в обнародованном заявлении итало-американского концерна. Компания уточнила, что предложила Ренат полное слияние на равных, то есть каждый участник сделки получит 50-процентную долю в новом бизнесе. Фиат Крайслер представляет предложение о проведении слияния с группой Renault для создания новой глобальной автомобильной группы. Создание альянса позволит ежегодно продавать почти 9 миллионов автомобилей, что поставит его на третье место в мире по этому показателю после немецкого Volkswagen и японской Toyota. Объединенная компания будет иметь более широкое и сбалансированное глобальное присутствие на автомобильных рынках в ключевых регионах, что позволит сэкономить более 5 миллиардов долларов, говорится в заявлении. Капитализация Фиат Крайслер составляет 20 миллиардов долларов, Ренат – около 17 миллиардов. Сейчас ведутся переговоры об их широком партнерстве. Готовность двух компаний к решительным шагам связана с ужесточением нормы выбросов и с вызовами, стоящими сегодня перед мировой автомобильной промышленностью, которая переходит к принципиально новым технологиям. Городок Барандикарайс в бразильском штате опустел. Людей эвакуировали из-за угрозы прорыва плотины горнодобывающей компании «Вале». Однако жители отдаленных районов вскоре все равно могут эвакуировать. Они находятся в зоне риска. Люди боятся потерять свое имущество. Дамы находятся в 65 километрах от Барандикарайса. Компания больше ее не использует. Плотина удерживает 6 миллионов кубометров воды. Жители Барандикарайса эвакуировали вскоре после прорыва дамбы в Брумадинью. Она также принадлежала компании «Вале». Катастрофа произошла из-за повреждения хвоста хранилища на железнорудной шахте. Тогда погибло около 200 человек. Более 80 пропали без вести. Около четырех лет назад такая же авария была на плотине в Бенту-Родригесе. Ответственность за нее все та же компания. Теперь прорыв угрожает еще трем дамбам. Они все находятся в штате Минажерайс. Люди не заключают договоров на услуги. Они не знают, что будет завтра, останутся ли у них дома. Поэтому они не заглядывают в будущее. Подземные толчки были силой 8 баллов и ощущались в большинстве городов страны Перу. Для Перу это самое сильное землетрясение за последние 12 лет. По данным властей разрушено более 50 домов. Повреждены здания некоторых школ, церквей и больниц. Президент Перу Мартин Вискара осмотрел пострадавшие районы с вертолета. По его словам, больше всего разрушений в городах Юримагус и Тарапота. Очаг залегал на глубине 115 километров в малонаселенном регионе Лоретто. В северной Амазонии подземные толчки ощущались также в соседних Эквадоре и Колумбии. Ущерб от разрушений устанавливается. Сегодняшнего дня, 28 мая, в обращении в странах еврозоны поступят новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. Они отличаются по размеру от старых того же номинала. Изменилась в частности их ширина. У обеих банкнот она будет такой же, как у банкнот в 50 евро. Таким образом, банкоматы смогут быстрее их обрабатывать, и они будут легче помещаться в кошках граждан, отмечается в официальном сообщении Европейского центробанка. Длина банкнот осталась прежней, не изменился и цвет. Купюра номиналом в 100 евро осталась зеленоватой, в 200 евро – желтовато-коричневой. Однако новые деньги снабжены дополнительными защитными элементами. Помимо видимых глазусь защитных знаков, новые банкноты содержат и специальные, которые может считывать только машина. Справа размещены большой символы евро, архитектурный мотив – голографическое изображение героини древнегреческих мифов Европы, дочери финикийского царя Агенора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok